Щипа и песок стали камнем преткновения в работах по благоустройству. В Цыгломине должна появиться зона отдыха, но вот подрядчик сроки сдвигает, что не так с проектом, разбиралась Наталья Пулина. Лето в Цыгломине местные жители встречают на скандинавский манер. Например, прогуливаются со специальными палками по пустырю за Ленинской 16. Но совсем скоро променад должен смениться большим ремонтом. Территория попала в федеральную программу по благоустройству. Здесь очень сыро, когда осень до весна в резиновых сапогах ходили. В прошлом году здесь вроде возили грузовики щипу, вот эту кору, песок. А сейчас что собираются делать, мы ведь не в курсе. А главное, когда. Подрядчик в лице компании «Хатабыч» заявляет, что ни песок, ни щипа проектом не предусмотрены. А значит, работы не начнутся, пока их не уберут. Я сейчас в именовительном порядке подготовил документы и проинформировал об этой ситуации. Ее нужно зафиксировать. И я не вижу смысла начинать какие-то активные здесь действия. А вот руководитель компании, осуществляющей контроль за ходом работ Дмитрий Колотов, считает, что проблема надуманная. И такими фокусами «Хатабыч» выторговывает необоснованные дополнительные работы за счет бюджета. Он, выйдя на объект, приняв стройплощадку, начинает говорить о том, что здесь недочеты, здесь недочеты. Но мы-то понимаем о том, что если говорить о том, что есть недочеты, для этого надо приступить к работам. Если ты хочешь работать, то надо работать. Все работы и все вопросы, касаемые каких-то недочетов и нюансов, они решаются в рабочем порядке. Объект – это не больница, не садик, понимаете, не школа, не сложный. И спорить от того, чем засыпана вот эта сегодня площадка, первое мнение о том, что несостоявшийся, скорее всего, несостоятельный подрядчик. После обсуждений подрядчик пообещал – работа начнется в следующей неделе. По плану нужно успеть до конца лета. Территория должна стать центром спортивного притяжения. По плану здесь появятся баскетбольные и волейбольные площадки, футбольное поле и зона для воркаута. Сегодня заключен договор и на технический надзор за работами, и заказчик администрации округа сегодня в ежедневном режиме контролирует все действия. Цена контракта по федеральной программе внушительная – почти 24 миллиона рублей. Наталья Пулина, Денис Линчевский, Регион 29.